50 лет назад в поселке Чернышевский запустили первый агрегат Вилюйской гидроэлектростанции. В те годы стройка ГЭС на вечной мерзлоте считалась уникальной. Многие конструктивные решения разрабатывались впервые. Вилюйская ГЭС – самая первая в мире электростанция, построенная на вечной мерзлоте. Вот уже полвека гидроэлектростанция является основным источником энергосотобжения всей Западной Якутии. Сегодня Вилюйская ГЭС – одна из крупнейших в республике. Основной потребитель энергии – предприятие алмазодобывающей промышленности. В республике есть три источника электроэнергии. Правда, недавно у нас появилась четвертая – Светлинская ГЭС. А так, это основной из источников. Когда энергосистема изолирована, мы, конечно, работаем в основном на алмазную промышленность, на население Западного энергорайона. Но нас ожидают перспективы, когда невостребованная мощность каскада Вилюйских ГЭС будет работать дальше на территории республики Иргутской области, на территории России, надеемся. Празднования 50-летнего юбилея каскада Вилюйских ГЭС начались по якутской традиции с обряда алгэс и кругового танца асохой. Не обошлось и без поздравительных речей. В числе прочих гостей на торжество прибыл член Совета Федерации Вячеслав Штуров. Он отметил, что без Вилюйской ГЭС не было бы алмазной промышленности. До 50-х годов, когда принято было решение о развитии алмазной промышленности, то впереди представили огромные трудности. И вот знаменитый Ампенгемер, в то время абсолютный мировой монополист, говорил так, что, ну, может, русские способны будут добыть алмазы там, значит, вдалеке, со всеми трудностями, но там есть неопределимые препятствия, там нет электроэнергии, и никогда ее там не будет. Это говорит о том, насколько большое значение для алмазной промышленности имело надежное энергоснабжение. В 2005 году каскаду было присвоено имя Евгения Ботанчука. Именно он возглавлял строительство Вилюйской гидроэлектростанции. В день празднования ветераны-строители, те, кто работал бок о бок с Евгением Никоноровичем, вспоминали, с каким трудом он добивался начала строительства уникального энергетического объекта. «Самое сложное было – это бюрократия. В то время, когда Евгений Никонорович здесь был, многие чиновники Минэнерго СССР были против строительства, ну, были не все, конечно, против строительства каскада Вилюйской гидроэлектростанции. Евгений Никонорович Борис Александрович Медведев, директор Вилюйской гидроэлектростанции. Они всеми своими силами постарались пробить это бюрократические препоны». Полувековой юбилей каскады Вилюйских ГЭС закончился торжественным собранием во Дворце культура «Алмаз». Лучшим работникам и ветеранам-строителям вручили заслуженные награды. Анна Винокурова, Илья Засухин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».